Рекламно-информационная программа. Ох ты, поздравляем, поздравляем, поздравляем. Давайте всю полицию поздравим в лице, в первую очередь, человека, с которым мы контактируем. Сергей Павлович Баранцев, руководитель пресс-службы управления МВД по Кировской области. С праздником вас, с праздником всех. Ну, а накануне тоже был весьма примечательный день, Всемирный день качества, 9 ноября. И мы уже, так сказать, задел у нас был в среду. Мы о нем долго и много говорили и рассказывали историю этого праздника. И мы вас предупреждали, и анонсы тоже у нас были, о том, что мы хотим сегодня поговорить о качестве банковского обслуживания. Тема очень и очень актуальная. Каждый из нас, так или иначе, с банками связан. Получает зарплату через банковскую карточку, берет кредиты на развитие, потребительские, всевозможные. И это, в общем, очень большая такая сторона нашей жизни, да, и очень важная. Так она почти ежедневная, то есть надо то коммуналку заплатить, то еще, там то за сына где-то заплатить, то. Ну, да, постоянно. И все это с банком, все это в прямом и непосредственном контакте. С банком. И мы сегодня в нашу студию пригласили специалиста, который и на наши вопросы ответит, и на ваши, наши уважаемые слушатели. Вы можете нам звонить, 211-101. Итак, у нас в студии Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением ПАО Сбербанк. Марина Викторовна, добрый день. Добрый день. Со Всемирным днем качества вас поздравляем, конечно. Ну и с грядущим 176-летием Сбербанка, старейшей банка нашей страны, с большой, очень солидной, насыщенной историей. И мы так понимаем, что именно качеству в Сбербанке уделяется одной из самых первостепенных значений. Давайте поговорим о качестве банковского ослуживания. Во-первых, спасибо за поздравление. На самом деле, я считаю, что день качества, 9 ноября, праздник для всех, кто работает в сфере услуг. И для Сбербанка. А почему только в сфере услуг? Мне кажется, вообще для всех, да? Ну, в первую очередь, в сфере услуг. Тот, кто производит, тот, кто оказывает услуги. Ну, вообще просто для всех нас. И тех, кто потребляет, тоже ведь. И даже когда мы общаемся дома, это тоже качество. Безусловно. Конечно. Поэтому качество обслуживания в Сбербанке, на самом деле, это очень важно для нас. И это, в первую очередь, обратная связь от наших клиентов. Поэтому в 2015 году в Сбербанке была запущена программа «Голос клиента». То есть, если вы были в Сбербанке, в нашем офисе, наверняка вы получали потом сообщение с номера 9000. Получал. Получал. Было такое, да? Отлично. Лично можно подтвердить, получали. Сильно засомневался, потому что обычно 900 приходило, а тут 9000, я думаю, не жулики ли? Вот правильный вопрос на самом деле, потому что у нас многие клиенты этот опрос задают. 9000 – это наша официальная Сбербанковская рассылка, именно связанная с измерением качества. Насколько наши сотрудники были компетентны, насколько они полно рассказали клиентам все, что полагается, да, и действительно клиенту понравилось у нас быть. Вот поэтому 9000 – это безопасно, это наша Сбербанковская рассылка. Это волноваться не стоит. Да, на второй раз я ответил и какую-то оценку поставил полностью. Ну, надеемся, что 10. Хорошую, хорошую, да. А напомните, как там можно оценку-то поставить? А почему ты на меня смотришь? У нас есть специалист, который рассказывает. Я обычно читаю это, и смс, и что-то как-то вот… Там подробно написано, но самое главное, нужно ответить обратным сообщением и поставить оценку. То есть 10 вам понравилось, ну, соответственно, чем ниже, тем меньше понравилось. Ну, не понравилось совсем. Да. Вот, то есть, простая десятибалльная шкала. И позвольте поинтересоваться, какие оценки. Оценки бывают разные, и мы всем оценкам, на самом деле, рады, потому что это как раз очень хороший канал получения обратной связи. То есть мы потом понимаем, что именно не понравилось и что нужно улучшить. Поэтому средний, на текущий момент у нас балл 9,5. Задача наша быть… Из десяти? Да, быть лидерами. А вот если сравнить там с соседними какими-то регионами, у них как? Ну, у всех по-разному, где-то может быть 9,3, 9. Ну, то есть мы там на коне? Да. Кировское отделение, да? Да, мы стараемся. Сотрудники сейчас принимают все возможные меры для того, чтобы именно улыбаться нашим клиентам, приветствовать их первыми и качественно проводить любую операцию, с которой бы не обратился клиент. Но ведь это достаточно сложно. У человека могут быть разные совершенно ситуации. Встал не с той ноги утром, там что-то случилось, позвонили, с родственниками проблемы. Как при этом улыбаться и смотреть с такими светлыми, радостными глазами клиента? Да и у клиента тоже настроение может быть совершенно равное. И клиент тоже может вывести из себя. Потому что иной раз ведь приходят разбираться по вопросам, которые на самом-то деле и к банку-то отношения не имеют. И такое бывает, конечно. Просто рядом здание, дай-ка пойду поговорю. Да, такое тоже бывает. На самом деле для наших сотрудников есть золотые правила сервиса. Эти правила, они обязательно для каждого сотрудника. Для новичка, для старичка, для каждого. Они очень простые. Но самое главное их соблюдать. Это что-то вроде регламента такого, да? Да, небольшие там несколько пунктов, что нужно каждый день делать. С каждым клиентом, независимо от того, в каком он настроении, в каком он состоянии иногда. То есть мы должны, безусловно, улыбнуться, как я уже сказала, поприветствовать первыми. Дальше обращаться к клиенту по имени-отчеству, на «вы» обязательно. Постараться решить вопрос здесь и сейчас. Но если как раз бывает сложная ситуация, нет возможности решить вопрос прямо сейчас, у нас в самых крупных офисах есть сервис-менеджеры. Это новая модель обслуживания сложных вопросов в Сбербанке. Например, есть такой сотрудник на Дериндяево, 25, из Новоровского, 37. То есть если есть сложный, нерешенный вопрос. То есть это не в каждом отделении? Нет. Это там, где именно офисы находятся в самом центре города, где максимальный клиентопоток, где мы понимаем, что эта операция, она необходима просто, очень нужна нашим клиентам. А можем привести примеры и потом звонок примем? Что это за сложные вопросы такие бывают? Ну, бывают самые разные, например, то же самое списание денег с банковской карты. Клиент не понимает, почему это произошло, говорит, что как будто бы операции не совершал. Соответственно, он приходит к сервис-менеджеру, они вместе поднимают все материалы. При необходимости мы поднимаем даже видео и смотрим, что действительно было. Либо вопросы бывают по наследству, по компенсации старых вкладов 91-го года. До сих пор еще? Конечно. Это вопрос, он будет, я думаю, что еще несколько лет, однозначно. Напомните, в чем суть? Это когда в 91-м году было изменение по вкладам, когда стоимость рубля у нас изменилась. Соответственно, наши с вами бабушки и дедушки, наши с вами родители получили ситуацию, когда раньше было 1000 рублей, а стало 1 рубль. И государство приняло решение компенсировать эти вклады и возместить. Много времени-то уже прошло. Много, много, я говорю. Много, но ситуация до сих пор бывает. И очень много вопросов по наследству. Это нестандартная ситуация. То есть она для любого сотрудника может быть по-разному сложной. И сервис-менеджеры здесь всегда помогают, всегда подсказывают, что нужно у кого оформить, чтобы получить свои денежные средства. Ну, естественно, это временно чуть больше занимает, чем простой визит в банк. Простой там, как это, операция. У нас есть звонок, да? Да, да, да. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Павел. Павел, у вас вопрос? Да, так оно и есть, скажем так. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, когда платежная система МИР будет действовать за границей? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Главе с интернетом, как прямо. Национальная платежная система, напомню, у нас создана. И сколько сейчас уже банков? Ну, Сбербанк уже подключен. Ну, практически все банки подключены к этой национальной платежной системе. Вопрос, на самом деле, очень важный. Но я думаю, что мы все с вами понимаем, что карты МИР и платежная система, она как раз были созданы для того, чтобы можно было расплачиваться в России. В первую очередь. Внутри страны, да. Поэтому весь прицел этой компании направлен именно на обслуживание в России. И программа лояльности, которая заявлена уже в разработке этой платежной системы, тоже для того, чтобы расплачиваться в России. Ну, а за рубежом? За рубежом. Я последний раз не видела никаких новостей. Скорее вопрос не к Сбербанку, а уже как к реализатору, как к оператору, собственно, этой системы, а к властям, когда они будут приняты. Ну, в том числе, можно зайти на сайт платежной системы. Опять тот самый случай, когда пришел клиент в банк, и задал вопрос немножко не по банковской сфере. Ну, в этом случае мы можем сразу зайти в интернет, посмотреть вместе с клиентом, какая есть информация на сайте самой платежной системы МИР и увидеть. То есть, пока, видимо, клиентам, у клиентов один вариант остается, это иметь мастер-карту или визу. Ну, на самом деле, правильно иметь несколько карт. Да, для того, чтобы за рубежом комфортно расходчиваться. Да, потому что карта МИРа – это удобная карта для нашей страны, да. Для того, чтобы ехать за границу, есть и виза, и мастер-карт. И в части именно безопасного обслуживания по картам мы рекомендуем всегда иметь не одну карту. Потому что одна карта может быть для покупок в магазине, вторая карта в интернете, третья для зарплаты. В итоге все ваши средства защищены, и вы понимаете, где что происходит. Ну, и к тому же бывает так, что просто, ну, какое-то физическое повреждение, одна карта там временно вышла из строя, у тебя, по крайней мере, есть чем рассчитываться, где ты еще, то есть зачем с одной ты все сразу без рук остаешься. Так, мы звонок примем или нет? Давай еще, давай, звонок, хорошо. Алло, добрый день, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Меня зовут Екатерина. У меня такой вопрос. Значит, хотела снять средства с берег книжки. И мне их не выдали, а попросили оформить для этого карту. Вот хотелось бы узнать, почему такая система. Спасибо заранее. То есть, видимо, у вас времени больше заняло, и поэтому вы решили позвониться спросить. Спасибо. Я, наверное, даже догадываюсь, где это было. У нас на самом деле с октября месяца в Кирове появился новый безналичный офис. Это офис 118-й, недалеко от Дериндяева, 25. То есть, наверняка слышали, что в последнее время банки... Так, которая на Преображенской. Да. В последнее время банки начинают уходить от наличности, используя банковские карты. Мы попробовали этот вариант обслуживания именно в Кирове. И поэтому, когда, скорее всего, вы приходили именно в этот офис, вам предложили оформить карту и через нее совершать любые операции в банке. И платежи, и со вкладом, и так далее. То есть, карта — это тот же самый счет, собственно, да? Ну, это депутатный счет, который открывается. Причем в этом офисе мы предлагаем открывать бесплатные карты. Бесплатные? Бесплатные карты. То есть, обслуживание за обслуживанием вообще ничего не взимается. Есть такой вид карт, который как раз предлагается вот в этом офисе, в других офисах тоже, но именно в 118 мы предлагаем его всем клиентам, у которых пока их нет. И, соответственно, можно было ее за 5 минут оформить и сделать ту операцию, которая нужна. Хорошо. Ну что, да, маленький перерыв. Теперь небольшая пауза. Сделаем 40 секунд, да, и вернемся. В эфире программа «Дневной разворот», банковское обслуживание, его качество, на что могут рассчитывать клиенты, как не оказаться в числе жертв мошенников. Марина Белокрылова нас консультирует. Это заместитель управляющего в Кировском отделении пауза Бербанк. И мы там немножко не договорили о правилах корпоративной этики. То есть, вы как бы рассказали по регламенту, банковские служащие должны делать то-то, то-то, то-то и то-то. А что они не должны делать? Вот вопрос в чем. Что нельзя делать? Вот когда я могу претензию привести, что вот этот служащий повел со мной неправильно? Ну, на самом деле, то же самое, как и по тому, что мы должны делать. Все очень просто. Первое. Никогда нельзя игнорировать любого клиента. То есть, если клиент зашел, и у него есть какие-то вопросы, то мы должны всегда подойти первыми, помочь, оказать поддержку и проводить к тому сотруднику, который ему совершит ту или иную операцию. Нельзя его никогда перебивать. Спорить с клиентом тоже нельзя, на самом деле. Повышать голос. Ну, ненормативная лексика всегда табу. Ну, это, по-моему, везде табу. Это везде табу, да. И также нельзя общаться с коллегами на личные темы в присутствии клиентов. Безусловно, никогда нельзя обсуждать клиентов при клиентах и даже без клиентов. Смотри, какой мужик пришел. Да, вот такого не было. Ну, и такое тоже правило есть. Талас, который каждый день ходит на Тарьелушек. В части здорового образа жизни. Сбербанк поддерживает здоровый образ жизни, поэтому курить рядом с отделением банка тоже нельзя. Ну, это только работникам банка. Ну, и для клиентов тоже написано. Тоже написано. Тоже есть ссылка, да, там объявление есть небольшое. Самое главное, что сотрудники должны придерживаться принципа. Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне. Ну, все золотое правило на расстанности, да? И каждый раз, когда клиент приходит, мы говорим, Ребят, представьте, что на этом месте ваша мама, ваш папа, ваша сестра, знакомая, подружка. И относитесь к клиенту так, как будто это ваш самый родной и близкий человек. Ну, и, естественно, внешний вид. Ну, это даже не обсуждается. То есть, своя корпоративная одежда есть. А про девушек, пожалуйста, расскажите. Вот, как правило, заходишь в отделение Сбербанка и девушек красивых и строенных. Вы, признайтесь, вы как-то еще и по внешности отбираете. Я думаю, что просто логотип Сбербанка привлекает к себе умных и красивых и девушек, и молодых людей. Поэтому у нас много симпатичных, самое главное, умных еще. Ну, ум сразу-то не видно, а вот то, что симпатичные... Да, симпатичные. Ну, это правда, это правда. Мне зачастую... Ну, и форму ведь тоже, да, надо сразу привносить дополнительный элемент, если белая рубашечка, да, выглаженная, красивая, да, зеленый галстучек, красивая юбочка, да, ну... Цвета удачные, ничего не скажешь. А, кстати, кто форму для Сбербанка разрабатывал? Ну, это, по-моему, уже стиль такой многолетний. Вот этот стиль. Может быть, какой-то известный дизайнер, о чем мы не знаем? Нет, 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 на самом деле все очень просто. Я знаю, что есть очень интересные истории в разных территориях, когда офисы наши, сами сотрудники собираются самостоятельно и шьют себе какую-то специальную форму. Ну, например, красивую жилеточку и юбочку, да, и, соответственно, мы приходим, и они все в одном внешнем виде, тоже красиво смотрятся. Ну, тоже эти цвета Кбербанка, да? Ну, у нас есть офисный стиль одежды, да, есть определенные цвета, которые разрешены, да, соответственно, в этой цветовой гаве можно подобрать любой вариант. Давайте сейчас затронем, ну, такую не слишком веселую тему, но... Ну, актуальную, к сожалению. Так или иначе она присутствует, да, в нашей жизни, ну, как присутствует, буквально ежедневно мы слышим о том, что где-то в процессе общения со своим счетом человека надули. То есть хотим говорить о мошенниках. Чаще всего процессе общения с его мобильным устройством, потому что он что-нибудь куда-нибудь там нажмет кнопочку, и оказывается, что денег на карте не осталось. На самом деле, вот я с вами полностью согласна, буквально недавно я прочитала одно сообщение у нас в Кировской области. Мужчина через один сайт подал объявление, ему позвонил другой мужчина, сказал, что да, я готов купить то, что вы продаете, и попросил сообщить номер карты, пин-код и цифры с обратной стороны карты. А еще и пин-код, да? В итоге... То есть всю абсолютную информацию о карте? Да, в итоге клиент потерял приличную сумму денежных средств со своих карт. Вот, поэтому на сегодняшний день самая опасная угроза для всего общества, для наших особенно пожилых клиентов, это социальная инженерия. То есть мы знаем, когда взламывают не компьютер, взламывают человека, используют его слабые места и начинают выуживать ту информацию, которая поможет деньги своровать. То есть убеждают, заговаривают, как-то отвлекают его внимание и так далее. Благодаря пожилых людей довольно легко убедить, потому что они не очень хорошо понимают систему, поэтому думают, да ладно, скажу эти четыре цифры. Вот поэтому, когда мы... Главное, чтобы деньги бы себе пришли, да? Все правильно, да. Поэтому, когда мы выдаем карту, наши сотрудники обязаны каждому клиенту выдать памятку безопасности. В этой памятке безопасности написано, что делать никогда нельзя. Поэтому, вот еще раз, я пользуюсь случаем... Я думаю, можно озвучить прямо сейчас, да. То есть номер карты, его сообщать можно. То есть здесь никаких ограничений нет. Никогда нельзя сообщать никому, ни сотруднику банка, ни сотруднику милиции, ни сотруднику службы безопасности, ни родственникам, никому пин-код от карты и эти цифры, которые написаны на обратной стороне. Вот это вот два правила, которых никогда нельзя нарушать. Потому что мы, как сотрудники банка, нам не нужны эти цифры, они нужны только мошенникам. Номер карты сообщать можно. Ну и пользователю непосредственно. Конечно, да. Поэтому у пользователя пин-код есть, он его знает, карта у него есть. Поэтому максимум, что можно сообщить именно по телефону, либо кому-то еще для перевода, это номер карты. Лучше всего это делать через номер телефона. Сейчас через номер телефона можно тоже очень удобно переводить денежные средства. И никаких, соответственно, историй не будет негативных. Ну и несмотря на то, что пометка выдается, и ваши сотрудники заботятся все-таки об этой безопасности, ну все равно случается. Случается. Все равно случается. Сама это что обидно. Самое обидное, что вот, скажем, трюки, которые уже много лет работают, да, ну вот обычно пишут, ваша карта заблокирована, да. Немедленно позвоните туда-туда. Там либо платный телефон, где он просто с телефона деньги теряет, либо там у него выуживают информацию, и он еще хуже себя делает, да. То есть вот вроде бы уже много лет об этом говорят. Люди почему-то вот продолжают. Ну, видимо, нам надо дальше об этом чаще и больше говорить, чаще доводить такие примеры. И на самом деле служба безопасности никогда не позвонит клиенту, не скажет, что карта заблокирована. И сообщения о том, что карта заблокирована, тоже от банка не приходят. И что еще самое главное? Вот я уже говорила про наши смс-сообщения, да. То есть у нас есть номер 900 и номер 9000. Соответственно, если у вас пришло какое-то смс-сообщение, и как будто бы в тексте написано про Сбербанк, и вы сомневаетесь, лучше его не стирать, не удалять, а прийти с этим сообщением в офис банка, показать сотрудникам, и чтобы вместе с сотрудниками разобраться, что это. Потому что если это действительно мошенническая схема, то сотрудники банка передают это дальше руководителям службы безопасности, и мы подключаем наших коллег. Ну, сейчас, наверное, ну, мне, по крайней мере, несколько раз эти смс-ки приходили, когда ваша карта заблокирована, а у меня карты нет. Так и хочется отправить ответную смс-ку. Карты у меня нет. Лучше не надо отправлять ответные смс-ки. У меня дело в том, что карта на самом деле есть, она на самом деле как бы заблокирована, но мне это сообщение пришло с номера 900, поэтому у меня не было никаких вопросов. Да, тем более я знал, что так оно и должно быть, потому что долг по службе судебных приставов был. Ну, просто кроме в социальной инженере еще есть такие истории, как фишинг. Может быть, слышали, не знаю. Слышали. По-моему, это на ловлю переводится. Нет, ну, да, смысл точно такой же. У нас была серия программ «Полная гарантия по кибербезопасности». Вот я что такое фишинг знаю. А я вот нет. Это создание сайта-клона. Сайт-клон. Мошенник создает. Да, причем различие может быть очень тонким, которое не видно на первый взгляд. То есть там может быть вместо буквы «О» стоит цифра ноль, да, там точечка, может быть, дополнительно стоит, либо пробел стоит. Соответственно, клиент зрительно не видит, что происходит. То есть адрес сайта практически такой же. Если смотришь невнимательно, то даже внимания не обращаешь. Да, поэтому очень нужно внимательно проверять эти интернет-сайты, на которые клиент ходит. Мы имеем в виду интернет-магазины, все, что услуги оказывают, продажи осуществляют. Поэтому проверять сами интернет-сайты, где совершаются покупки, да, что они действительно легальные, там нет никаких ошибок, и тогда уже все будет хорошо. А при снятии денег из банкоматов, там тоже раньше истории были, они остаются какие-то? Вот в последнее время давно, ну, по крайней мере, в течение года уже точно не было этих историй, но это тоже есть такой вид мошенничества, он тоже имеет название такой интересный «Скимминг», да? «Скимминг», красивое название, слушаю, в машинной кафе. Когда на банкоматы ставят лишние видеокамеры, когда ставят накладки и считывают с картой и данные, и считывают пароль. Нет, но ведь банкоматы, они и так уже снабжены видеокамерами, то есть, и как они вот уже под этими видеокамерами еще свою прилагают? Они сверху, да, снаружи это делают, потому что внутри не попасть, совершенно мошенники, да. Либо накладочка на клавиатуру, где остаются отпечатки. Либо ставят где-нибудь в другом месте, да, не около банкомата, а сверху-снизу, сверху, да, снизу-то неинтересно, сверху могут поставить, поэтому очень внимательно она тоже снимает пин-коды и считывают данные с карты, поэтому очень внимательно нужно смотреть, в каких банкоматах идет снятие. То есть, наши банкоматы проверяются, у нас есть сотрудники, которые это регулярно проверяют, чтобы скимминг отсутствовал, поэтому снимайте деньги в проверенных банкоматах, в проверенных банках. Что значит проверенные? Ну, имеется в виду, что тем, кому вы точно доверяете, да, там. Ну, не знаю, это крупные торговые центры, то есть, постоянно людные места какие-то. Ну, и да, и крупные торговые центры, людные места, офисы банка, потому что 24 часа у нас практически везде есть, там точно все будет безопасно. — Раз уж мы, кстати, заговорили о банкоматах и вот об этих офисах 24 часа, сейчас полностью сеть уже сформирована или все-таки она еще будет расширяться? И офисов будет больше, ну, раз уж коснулись этой темы. — Тема очень интересная тоже. — И банкоматов будет больше еще. — Бизнес ведь не стоит на месте, да, самое главное всегда двигаться. Двигаться в разные стороны, да, в этом весь интерес. — Ну, не одновременно в разные стороны. — Нет, конечно, не одновременно, но как можно, да, больше думая, где мы можем помочь клиентам. Поэтому на текущий момент у нас целевая сеть офисов определена, мы ее ежегодно пересматриваем, смотрим, где бы нам еще хотелось. Я знаю, есть запросы у кировчан по чистым прудам, мы уже, на самом деле, эту тему тоже себе взяли в проработку и думаем, какой формат мы готовы предложить в той части города. — Ну и вообще, наверное, новые микрорайоны — это вот те самые места, где востребованы. — А в части банкоматов мы, на самом деле, рекомендуем очень все-таки пользоваться картами безналично, да, потому что у нас отличная программа лояльности «Спасибо Сбербанка». Можно установить на свой телефон мобильное приложение «Спасибо Сбербанка» и ежедневно отслеживать, где сколько бонусов заработали. И там же можно покупать купоны за «Спасибо». Например, можно 2000 бонусов «Спасибо» разменять на 2000 рублей в МВиде. — Ну или на заправке, я знаю, там для автурганистов. — Да, на заправках у нас бонусы «Спасибо» принимаются в движении. — Да, помнится, и в продуктовой лавке что-то мы там покупали. — И в продуктовой лавке можно купить за «Спасибо». — Да, в каре можно купить за «Спасибо» подарки. — Едва до дома донес потом. — Самое главное, чтобы бонусы копились, нужно все операции проводить по карте. — Именно с карты. — Да. — Так, у нас сейчас будет небольшая реклама, пора на нее прерваться. Напоминаем, что мы беседуем с Мариной Белокрыловой. Это заместитель управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Именно о качестве банковского обслуживания, о всевозможных нюансах и тонкостях мы говорим. 211-101, номер нашего телефона. Реклама. Продолжаем беседовать. Николай Гуликов. — Владимир Сметанов. — И наша гостья Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Еще много надо успеть о чем поговорить. Остается 10 минут с небольшим кредит и ипотека, так называемые плохие кредиты. Давайте с кредитной темы перейдем. Новинки плюс еще нужно успеть обсудить. — Что обычно перед Новым годом пользуются спросом, это потребительские кредиты. Поэтому 16 октября «Сбербанк» снизил ставки. Приглашаем всех в наши офисы за кредитами для покупок любых подарков, любых новых путешествий, машин и так далее. Ставка на сегодняшний день от 12,9%. В том числе, если у вас уже есть кредит другой организации, и вы понимаете, что процент не такой интересный, как вам бы хотелось, у нас есть потребительский кредит на рефинансирование. Ставка фиксированная 13,5%. Кроме того, со вчерашнего дня «Сбербанк» также перед Новым годом для своих клиентов запустил промо-вклад «Просто 7» и «Просто 6,5». Вклад размещается на 5 месяцев, сумма от 100 тысяч рублей. Сотрудники в офисах уже ждут всех клиентов, чтобы помочь разместить денежные средства выгодно перед Новым годом. — «Просто 7», «Просто 6,5» — это, соответственно, ставка, да? — Да, «Просто 6,5» — это в офисе банка. — «Просто 7» — это как раз в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». — Хорошо. У нас, кстати, опять телефонный звонок. Слушаю, пользуются спросом наши гости. — Алло. — Добрый день. — Добрый день. — Я зовут Людмила. — Да. — Слушаем вас. — Я пенсионер. У меня такой вопрос по карте. После переоформления карты маэстро социально мне перестали приходить смс на проценты. Очень сложно отследить эти проценты без смс-ки. Куда обратиться? Я обращалась в свое отделение Сбербанка. Мне сказали, что они этим не занимаются. — Вы в Кирове живете, да? — Да, в Кирове. — Ага, спасибо, поняли. — Людмила, на самом деле надо в любом случае обратиться в офис Сбербанка. Давайте, может быть, договоримся. Если вам удобно будет подойти на Дериндяево 25 сегодня, то подходите, скажите, что вы как раз радиоэфира. Я подопрежу руководителя и сервис-менеджера, и они разберутся в вашей ситуации. Потому что на самом деле смс-ки должны приходить. — Спасибо. — Да, Дериндяево 25, район Театральной площади тут. — Я думаю, это люди знают. Считается, как главный офис, да, называется? В народе, по крайней мере. — Спасибо. 211-101 номер нашего телефона. Продолжаем далее. Про ипотеку поговорим? — Да, про ипотеку он сам любимый. — Ипотека я знаю. Я как человек, взявший ипотеку в этом году. — Совсем недавно. — Совсем недавно. — Новоиспеченный. — Да, и я прекрасно знаю, что в этом году, ну, прям, говорят, бум какой-то ипотечный. Верно это, неверно? Или ситуация такая стабильная? — Мне кажется, ситуация стабильная, но здорово, что клиенты пользуются, что у кировчан, правильно, да, что у наших слушателей, у наших жителей Кировской области есть желание переезжать в новые квартиры, и наши уважаемые застройщики обеспечивают этот запрос. — Ну, приятно, что ставка существенно снижена. — Ну, ставка на сегодняшний день очень интересна от 7,4%. И, наверное, вот прямо как из печки пирожки, у нас 7 ноября запущено в Домклике, это наш тоже сайт сбербанковский для ипотеки. На Домклике при выборе квартиры одобрено онлайн, еще дополнительно снижается ставка на 0,3% пункта. То есть, например... — Тем самым вы привлекаете внимание к этому сервису, да? — Ну, и сервис, на самом деле, он знаком всем нашим партнерам, агентствам недвижимости, застройщикам. Мы его также презентуем нашим клиентам. Вот, Домклик очень интересный сам по себе сервис, потому что позволяет не только подать заявку на ипотеку и получить одобрение, увидеть там одобрение, но и подобрать квартиру, интересную для себя квартиру, воспользоваться и дополнительными услугами, как электронная регистрация, как правовая экспертиза и так далее. Это вот именно ресурс, где можно решить все вопросы по ипотеке. — То есть, не выходя с этого ресурса, да, практически? — Не выходя из дома. — Снова звонок. — Алло, алло. — Нам не дадут договорить сегодня. — Алло, добрый день. — Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Мария Ивановна, наша постоянная слушательница. — Да-да, я вот что хотела у вас узнать. Вот у меня есть это квитанция МММ. Так что с ней делать? Ее рвать или как ее? — У вас есть, простите, что? — Есть квитанция МММ? — Да-да-да. — Акция, может? — Акция, наверное, да. — Нет, это вот маленькая такая, там написано. — И сколько же вы ее храните, Мария Ивановна, простите? — Ой, уже я не знаю, сколько лет. Одна была, одну потеряли, одна осталась. — Мария Ивановна, в мусорное ведро ее и... — Нет, ну можно, может быть, хранить, пусть дорога будет, как память, чтобы больше Мария Ивановна никогда с МММ не связывалась, лучше хранить ее. — Я это не делала, что вы знаете. — Чтобы она напоминала вам о том, что так делать не стоит. — Извините, к Сбербанку, видимо, тут отношений никакого это не имеет. — Это просто тема денег, понимаешь, Сбербанк и деньги, ассоциация простая. Хороший звонок. — Хороший звонок. — Надо поискать где-нибудь в загашниках, может быть, что же тоже. — Слушай, они скоро станут уже редкостью, скоро, может быть, ценность приобретут, да? — Да. — Я бы не стал, пожалуй, выбрасывать. — Может, ваучер еще где-нибудь найдем, 93-го года. Так, ладно, продолжаем. О новинках еще хотелось бы поговорить, да. — О новинках у нас... — Или мы все уже сказали. — Ну, что еще тоже интересно, чтобы клиенты наши понимали. У нас еще есть такая в рамках ипотечного направления услуга, как электронная регистрация. Нынче этой услуге исполняется целый год, то есть вместе с Росреестром на сегодняшний день можно не ходить никуда, можно прийти в банк, да, подать также заявку на ипотеку и в том числе воспользоваться этой возможностью, то есть электронно заявить о том, что необходимо право собственности на недвижимость зарегистрироваться. — И ставочка там, кстати, тоже пониже, да, чем обычно. Добрый день, слушаем вас. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли разблокировать карту Сбербанка Маэстро, если я потеряла, потом нашла? — Потеряли карту, нашли. — Потеряли, заблокировали, потом нашли, да? — А, то есть потеряли, сделали просьбу, чтобы заблокировали ее, да? — Да. — А потом нашла, потом я ее нашла, и можно ли ее снова разблокировать. — Как вас зовут, скажите, пожалуйста? — Фаина Николаевна. — Фаина Николаевна, да. — Сейчас ответит Марина Викторовна. — Вопрос, на самом деле, нужно это сделать, для чего мы блокируем карты, если идет звонок от клиента в колл-центр Сбербанка о том, что карта утеряна. Как раз для того, чтобы никто, никакие мошеннические действия с карты не произвел. Да, поэтому карта, если она блокируется, именно по факту утраты, то она заново, именно эта карта физически не восстанавливается. Счет у вас в банке действующий, поэтому вам нужно просто прийти в ближайший к вам офис банка, либо где вы открывали эту карту, написать заявление о перевыпуске этой карты, и все. — Об очередной эмиссии. — Да. — Вы поняли? — Да. — Там уже следующий на линии. — Следующий уже звонок. — Алло. — Добрый день. — Как вас зовут? — Да, меня Сергей зовут. Можно ли спросить? — Пожалуйста, пожалуйста. — Как мне взять ипотеку, если я работаю, ну, например, в Кирове живу, а мне нужна квартира в другом регионе? — Сергей, вот очень сразу вас приглашаю, и наших всех кировчан, на ярмарку недвижимости. У нас она будет 11-12 ноября, Новоровского, 37. Там можно будет не только посмотреть, в том числе, квартиры Кирова, да, от наших застройщиков, но самое главное — получить консультацию, как можно купить квартиру не в Кирове. Потому что у нас с вами есть партнеры и в других территориях мы уже эти все сделки производим. И наши услуги, как электронная регистрация и сервис безопасных расчетов помогут вам купить квартиру в той точке нашей страны, где вы хотите. — А можно еще спросить, а вот в частности, например, там Краснодар или Крым, как бы, ну, не имеет значения регион-то, да, по большому? — Краснодар будет проще. По Крыму посмотрим. — Ну, как у вас? — Ну, Краснодар, хорошо, там тепло. — Да, вот потеплее бы. — Да, отлично, приходите к нам, мы все вам расскажем. Покажем, найдем вам, поможем вам найти партнера в Краснодаре, который удаленно готов, проверенного причем партнера в Краснодаре, который поможет вам найти нужный объект. — Запомните, значит, ярмарка жилья, когда она будет? — 11-12 ноября, Воровского, 37, с 10 утра до 5 вечера. — Все принято, спасибо. — Спасибо. — Субербанк вас согреет. — А я никогда не задумался, кстати, да, действительно, а если ты живешь и хочешь переехать и ипотеку взять, то есть это проблема какая-то раньше была с этим или что? — Ну, нужно было регистрировать по месту, а сейчас все есть в электронном формате. — То есть раньше надо было ездить туда-сюда-обратно, дорога получилась. — А сейчас все можно сделать из Кирова, купить ту квартиру в том городе своей мечты. — То есть, в принципе, это вы уже делаете, да? — Да. — То есть это не какая-то новость такая особенная, да? — Ну и все-таки в связи с тем, что ставка-то по ипотеке снижена, вы заметили увеличение числа клиентов? — Заметили. — Заявок на ипотеку. — И благодаря нашим партнерам и агентствам недвижимости, застройщикам мы заметили, что наши жители понимают, где удобнее и комфортнее брать ипотеку, да, и, соответственно, кому они готовы доверить этот непростой жизненный вопрос. — Ну, кстати, финансовые эксперты, так отвлекуясь, говорят о том, что ипотека, возможно, в ближайшие месяцы еще будет снижаться, и весной следующего года, ну, там, 6-5% даже. — Идем к ставкам европейским. — Дмитрий Анатольевич у нас ведь, да, заявлял о том, что 3-4% может ипотека. — Но он не говорил в каком году. — Не говорил? — Нет, да. — Ну, опасно. — Ну, правильно, да. — О планах по развитию Сбербанка у нас остается пару минут буквально. Можно пару слов? — Планы, на самом деле, грандиозные, как всегда. Самое главное, что мы каждый день думаем над тем, как улучшить наше качество обслуживания, как улучшить наш сервис, как упростить наши все процедуры, да, процессы внутри банка. Ну и самое главное, да, как сэкономить время клиента в ежедневной ситуации, да, чтобы банковские вопросы проходили легко, с удовольствием. — Ну, чтобы там не тратить на него час времени, как бывало, кстати, раньше, бывало, да. — И за пару секунд делать все то, что необходимо. Да, поэтому, конечно, офисы банка у нас открываются, открываются и дальше. Вот сотрудники очень мечтают, чтобы открылся офис в Африке и чуть ли не в Австралии, чтобы в том числе попробовать, а может быть и там поработать, поэтому... — А вот они, с какой точки зрения, я-то думаю, как они мечтают на Африку, да? — Они мечтают, да, почему бы нет. — А электронные сервисы или, собственно, уже полный набор? — Нет, здесь Сбербанк одна знает. — Еще есть куда двигаться? — Есть двигаться куда. У Германа Оскаровича много планов, у нас очень много разных проектов проходит по всей стране. — Это Герман Оскарович Греф, да? — Да, да. — То есть тут просто поясним очком речи. — Да, поэтому если появляются у нас, в том числе в Кирове, какие-то идеи, мы всегда их передаем нашим коллегам, для того, чтобы они их могли проработать и оценить. Стоит, не стоит запускать на всю страну. — Еще один звонок. — Да, еще один звонок. Последний, я думаю. — Добрый день. — Последний. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте, как вас зовут? — Меня зовут Людмила, я пенсионерка. Вот вы заикнулись о вкладах по 1991 году. Я хотела бы узнать... У меня вклад был вложен в 1991 году. В декабре. А я знаю, что выплаты производились только у кого вклад был по июнь 1991 года. То есть появилась ли какая-то новая информация по этому вопросу. — Хорошо, Людмила, понимаем. У вас там сроки разные. — Спасибо за вопрос. На самом деле здесь правительство нашей страны ситуацию не меняло. Компенсируются только вклады, которые были открыты до июня 1991 года. — Пока ситуация не изменилась. — Дело за властями страны, собственно. — Собственно, они совершают их решение. Если будет положительное решение, то Сбербанк, конечно же... — Ну что, мне хочется еще раз напомнить, что 12 ноября у Сбербанка день рождения. И поздравить нашего гостя, во-первых, конечно, и всех сотрудников вашего учреждения, ну и всех ваших клиентов, наверное, да? Ну и вы, наверное, тоже как-то это отмечать будете. — Наша миссия на самом деле сделать каждого нашего клиента, каждого нашего жителя чуть счастливее, чуть богаче, чуть комфортнее создавать его текущую жизнь. Наверняка кто-то из вас с финансовой поддержкой Сбербанка купил себе квартиру, да? Вот как у нас ведущий заехал, заехал от новоселья, сыграл свадьбу, поступил в ВУЗ, либо съездился в путешествие своей мечты. Поэтому, дорогие кировчане, с праздником вас, с нашим общим праздником, Днем Сбербанка. Приходите к нам чаще, приводите своих друзей и знакомых, близких. Мы всегда рады вас видеть в наших офисах. И огромное вам спасибо за выбор Сбербанка, как вашего финансового помощника и партнера. — Спасибо, Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк». На этом программа «Дневной разворот» завершается. Ждем вас через 20 минут в культпоходе. До встречи.